Привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Прекрасный солнечный день, тепло, температура 18 градусов. Наконец-то у нас наступило тепло, чему мы все несказанно рады. Я сегодня вас возьму в магазин Winners, который... Это тот же самый магазин, что американский TG Max, только в Канаде он называется Winners. Я всегда это говорю, потому что очень многие зрители знают TG Max, но никто не знает Winners. Это такая наша канадская версия. А конкретно в этом магазине очень часто продают вещи high-end, что называется, дорогих брендов, Gucci, Dolce & Gabbana. Я вам показывала много раз. И вот этот ассортимент, он периодически меняется, и на него просто любопытно посмотреть. Цены тоже не дешевые, потому что, в принципе, цены на этот товар не дешевые никогда и нигде. Но просто ради интереса я иногда снимаю, вам показываю, потому что это, ну, забавно, любопытно. Даже иногда примеряла, там, правда, платье, что-то такое. В общем, цены тоже не дешевые, но, скажем так, раза в два, наверное, дешевле, чем в бутиках вот самих этих брендов. Вот, поэтому пойдемте туда, померим какие-нибудь летние платья, это симпатичные, посмотрим, что там есть. Я еще не знаю, я пока в машине. Вот сейчас отправляюсь с вами и пойдемте смотреть, что есть там нового. Ах, какая же красота от Валентина. Посмотрите, это платье необыкновенно красивой расцветки с вышивкой. Ну, давайте посмотрим цену. 600 долларов. Ну, не страшно, да? 40-й размер. Красиво. Вот эта сумочка новая, Дольче Габбана. Ее раньше не было здесь. Причем она у нас? 2 500. Здесь раньше стояла черная сумка, большая. Ее довольно быстро продали. Тоже за 2,5 или за 3,5, я не помню. А вот это, конечно, спорная штука, потому что вот этот вот леопард в Канаде, я должна сказать, что это не самая популярная расцветка. Здесь все предпочитают черненькое. Ну, вот, например, такое. Но это тоже сумочка довольно странная. Стоит она 1000 долларов. И это кто у нас? Даже не знаю. Сейчас открою, посмотрю. Смотрите, какая прикольная. Они были разных цветов. Я не знаю, если еще остались. Сейчас посмотрю, что за бренд. Значит, это Off-White. И она, как интересно, видите, у нее такие кнопки магнита. Она так застегивается хорошо. И очень трудно одной рукой ее открыть. Внутри она красная. Made in Italy. Сделана в Италии. Бренд Off-White. Стоит 1000 долларов. Ну, прикольная такая, смешная. Видите, она небольшая, совсем небольшая. Мешок такой через плечо. Это Лон Чамп. Этих у нас много сумок Лон Чамп. Вот это вот Стелла Маккартни, по-моему, за 1300. Я даже не стану сомневаться, потому что я знаю, ну, вот, что это их характерные вот эти вот цепочки по краям. Это обычно Стелла Маккартни. И вот здесь написано, ну, вы знаете, эти сумки, это такой мешок. Год назад примерно они продавались за 800-900, а сейчас 1300. Вот так. Это тоже Лон Чамп. Черная сумка. А это кто у нас? Это у нас за 800. Тоже, наверное, что-то не очень дорогое. Вандлер. Какой-то бренд. Сделан в Италии. Ну, красивая, симпатичная сумка. Такая большая. Видите, как вандлер. Я не знаю, тут правильно, честно говоря. Но цена не страшная, не смертельная. Вот такая вот большая сумка. Вот. Что у нас тут еще? Марк Джейкобс за 400. Это тоже Уфлайт. Такая смешная. Как будто бы как со скрепкой закрывается. Такой замок. И да, Уфлайт. И вот это тоже Уфлайт. Такая же, как черная. Только, видите, такая смешная оранжевая. Видите, вот написано название. Прикольненько. Валентина, но уже нет. Раскупили. Серджио Росси. 5,5. Мы любим размер. Красивые такие туфли. Интересный каблук. 250 баксов канадских. Красивые туфли. Но интересные такие. Тот с босоножечки. За. Тоже 250. Вот такие. Простые, обычные, скромненькие. Это тоже серфио Росси. Серебряные. 250. Видите, вот такой у них интересный каблук. Серебряные босоножки. Выглядит удобно. Феррагама. Тоже мой размер. За 350. Классические черные босоножки. На удобном каблуке. Серджио Росси. Мой четвертый размер. Это точно мой размер. 250. Видите, как мне повезло. Интересно, какой каблук. Тоже, как мне повезло. Все. Ну, во всяком случае, много обуви моего размера. ТОЦ. Интересные какие, смотрите. 250. Красивые. Высокие очень каблук. Но босоножки такие. Коричневые, замшевые. Классические тоже очень симпатичные. Как всегда, традиционные ТОЦы разных цветов. 250. Есть сиреневые. Такие вот бежевые, синие, красные. Желтые, черные ТОЦ балетки. И есть такие вот феррагамы ярко-синие за 500 долларов. Вот такие вот прикольные. Макосины. Есть часы феррагамы. Кстати, здесь было так много. Пару дней назад я была здесь, но не снимала. Вот две пары часов феррагамы по 400 долларов. Вот эти, видите, маленькие, малюсенькие совсем. И вот эти вот побольше. Белые такие. И очень много украшений от Гутти. Было, но сейчас уже тоже все-все-все раскупили. Вот есть кольца. 250 долларов. Вот это вот кольцо стоит. Цепочка такая вот. И написано Гуччи, Гуччи, Гуччи. На каждой бабочки, сердечки. Вот бабочки Гуччи. Значит, то стоит 529. 529. А бабочки стоят 250. Потом маленькие такие сердечки Гуччи 499. Кулон Гуччи такой вот. Не вижу, сколько стоит. И кольцо тоже Гуччи написано на нем. И тоже мой, кстати, размер. 296 долларов. Пятый размер. Вот эти вот кольца, они есть маленьких размеров. А вот кольца всякие другие, которые я иногда здесь рассматриваю. Мне они нравятся. Они все очень больших размеров. Часы Мавада тоже неплохие. Часы, но это, похоже, по всему мужские. Цены я не вижу на них. Сейчас разглядеть попробую. 300 долларов стоят вот эти вот в центре. А вот эти, наверное, примерно все в одну цену. Но они мужские, судя по всему. Платьишки всякие летние. Сейчас мы что-нибудь насобираем померить. Вот что-то такое, судя по всему, льняное за 40 долларов. Симпатичное. С валанчиком оборочки. Много видеть льна. Интересно, настоящий льон или нет? Сейчас посмотрю. Да, вот это платье. Написано, что он сделан в Италии. Это 100% льон. И стоит оно всего лишь 40 долларов. Совсем недорого. Совсем неплохо. Ну, видимо, это тоже. Вот они все, наверное, вот. Вот это. О, там такое белое, кружевное, красивое. Сейчас мы его тоже рассмотрим. Если будет мой размер, возьму его померить. Интересно. Вот что-то красивое. За 80 баксов. Это какой-то бренд вот такой. Атик-батик. В общем, это что-то такое. На шнурочках. Красивое платье. Кофточка симпатичненькая. За 50. Смол размер. Не знаю, влезу ли. А так очень даже миленькая. Что за компания? Не знаю, сейчас посмотрю. А это такой бренд Moon River. Часто он у нас здесь продается. Даже не знаю, никогда не слышала. Вот это тоже красивое. Интересное. Видите, какое? Много-много-много складок. 50 долларов стоит. Endless Rose называется бренд. Тоже никогда не слышала. Ну, и здесь все такое летненькое, беленькое, цветочное. Ой, какая красота. Посмотрите, какая прелесть. Какая красота. 59 долларов. Ну, все, я вижу размер экстрасмол. Ну, сейчас поищем. Может, я найду и вот что-то такое. Мелкий цветочек. Ну, в общем, есть что примерить. Все, давайте я начну подбирать себе что-то. И пойдем в примерочную. Красота. Привет, девочки. Я в примерочной. Я много чего принесла. У нас тепло. Наконец-то можно немножко подраздеться. Но я все равно еще как бы вот в сапогах, ботиночках, в летнем пальто, в рубашке. Потому что, ну, как бы тепло-тепло, но не очень. Весна. Значит, много чего я принесла. Очень красивое все летнее. Вот такое вот замечательное белое. Блузочку принесла размера смол. Отчаялась, да. Вот это платье симпатичное. Было очень много вещей. Очень красивых. Я вам снимала и показывала. Но все они смол-экстрасмол. Так. Когда-то в этом магазине я смол покупала запросто. Сейчас как бы у меня уже medium-large. А то и то и large. Medium тоже маловато. Все, давайте начнем примерки. И буду вам рассказывать и все показывать. Так, девушки. Первый пункт. Первый лот. Это у нас блузка. Размер смол. Стоит 50 долларов. 50% вискоза. 50% всякой синтетики. Но она такая симпатичная. Если честно, мне нравится. Я не знаю. Я взяла ее наугад. Потому что размер смол никак на меня не лезет. Но она, я так посмотрела, что она такая немаленькая. Вот здесь вот. И она, ну, груди может чуть-чуть маловато. Но в принципе, вот, в общем и целом она не мала. И она очень милая. Я считаю, мне нравится такое вот, знаете, такое этника. Немножко такое, знаете, оборочки, всякие дела. Очень интересная ткань у нее сделана. Она, видите, вот эти вот. Тут у меня на моих сисяу оно все расползлось. Немножко растянулось. Но я, может, потом его покажу. Видите, как интересно сделаны. Такие как, я даже не знаю, вышивка какая-то из ниток. И вот они как бы как соты такие собранные. От них идет во все стороны такие вот ромбики. Очень симпатичные, очень необычные, очень мило. Мне нравится. Ну, за 50 долларов покупать пол-вискозы, пол-синтетики я не стану. Потому что это, не знаю, у меня миллион кофточек на лето. Но она хорошенькая. Вот кто любит всякие оборочки, фижмы, рюшечки. Нет, фижмы это, наверное, что-то другое. Симпатичные, да, очень милые. С джинсами неплохо, правда, с джинсами совсем неплохо. Мне нравится. Такой вот фурфур. Видите, какая интересная ткань. Пытаюсь вам все показать. Классно. Здесь такие вот как, даже не вышивка, а какие-то вот мохнатые такие, мохнашки. И от них вот такие вот ромбики. Классная, симпатичная блузочка. Очень красиво. Мне нравится платье. Лимон. Такое лимонно-желтое. Платье-парашют. Все как надо. Очень красивый такой квадратный здесь вырез. И очень интересно как-то вшит рукав. Видите? Вот здесь вот он как-то так интересно вшит. Ну, в общем, интересно. Пышный рукав. Красивое платье. В нем есть два недостатка. Первый недостаток – это очень открытая спина. Я потом вам на вешенке покажу. Вот она где-то у меня доходит до сих пор. Вырез. И это неудобно, потому что торчит бюстгальтер. Это не всегда красиво. Я, конечно, могу волосами прикрыть. Карманов нет, жалко. Это первый недостаток. И второй недостаток – это то, что оно сделано из стопроцентного хлопка. Что не недостаток, а достоинство. Но совершенно синтетическая полиэстровая в нем подкладка. Причем подкладка пришита вот здесь. То есть только вниз. Сейчас я вам покажу, какой полиэстр галимый просто. Не просто какой-то, знаете, легенький. А прямо вот такой скрипучий, скрипучий, стеклянный, противный вот такой вот полиэстер. Что можно сделать? Я просто ее отрезала, эту подкладку, и все. Потому что здесь хлопок, сверху хлопок. Здесь подкладки нет. Здесь она очень красиво лежит. Вот на груди. Квадратный вырез так хорошо лежит. Красиво, небольшой. Это размер медиум. Не парашют, парашют, как в кост. Помните, я примеряла, прям там были парашюты. А это такой очень симпатичный парашют. Парашют 60 долларов, я нас тут не помню, говорила или нет. Синтетическая подкладка идет отсюда. Ее просто надо отрезать. Имеется в виду, видимо, что оно может быть немножко будет светить. Но я не думаю, потому что ткань довольно плотная. И мне кажется, что вполне без подкладки оно вполне будет выглядеть вполне себе нормально. И тогда оно станет хлопковое, хорошее, красивое платье-парашют. Просто очень красивое. Просто идеальное платье для лета, я считаю, идеальное. Смотрите, как оно сделано сзади. В принципе, оно сделано хорошо, потому что вот здесь вот на плечах резинка. Вот здесь тоже резинка. То есть оно как-то нигде не оттопыривается, ничего. И вот этот рукав интересный. И здесь завязочки вот эти вот как бы сдержат. Но вот это вот почти до пояса. То есть вот гатер где-то находится здесь. То есть как бы вот это не очень удобно. А так все хорошо с ним. Наимилейшее платье. Немножко мне маловато вот тут. Опять же. Там было много-много очень симпатичных таких платьиц. Разных расцветок. Я вам показывала. В зале висела. Все смолы, экстрасмол. Мидиум, но на вид очень маленькие. Вот это показалось мне на вид не таким уж малюсеньким. В принципе, я в него влезла. Очень красивая расцветка. Ну, мятая, конечно, как всегда во всех этих аутлетах. Посмотрите, какой голубой с желтыми вот этими цветочками. Потрясающе красиво. Здесь такие пуговички симпатичные. Вот этот пояс вшит в бока. То есть его можно завязать спереди. Можно завязать сзади. Замок вот так вот, чтобы в него влезть. Рукавчик такой тоже с завязочкой симпатичный. Такой какой-то, видите? Не просто так, а с какой-то такой затеей. Вырез большой. Все, видно, как надо. Длина хорошая. Красивое платье. 60 долларов размер медиум. 100% лая сел, по-моему. Нет. 100% или вискоза, или... Ну, в общем, не синтетика-синтетика, а что-то такое. Типа вискоза, вот что-то такое. Вот. Симпатичное платье мне нравится. Красивое, женственное, нежное. Очень романтичное. Или романтическое, как правильно говорить. Романтичное. Романтичное. Вот. И хорош такой длины. Не короткое, не длинное. То, что надо. Очень замечательный сарафанчик. Сделан в Индии. Значит, преимущество его и прелесть в том, что у него 100% хлопок. Вот это само платье. И 100% хлопок. Подкладка белая, которая идет вот пришита от верху до самого низу. И тоже она хлопковая, понимаете. Это очень-очень классно. И карманы в нем, в общем, классный сарафан. Размер медиум я примеряю. Стоит он 40 долларов. Как-то я плохо взяла пояс, по-моему. А, и сзади у него, знаете, сделана вот такая вот... Я потом сниму, покажу. Резинка, которая очень удобна в носке. Потому что, в принципе, вот он как бы облегает здесь, но не жмет. Потому что сзади вот эта резинка пришита. Такая, знаете, много резиночек таких сзади пришита. И оно как бы делает его таким тягучим. Очень удобно. Я покажу вам потом, когда сниму. И плюс ко всему, он очень красиво лежит на спине кого. Потому что резинки эти он облегает. Но не жмет. Резинки не тугие. 40 долларов он стоит. Я прям захотела его, если честно. Мне прям кажется, что он на лето. Ну, надо руки загореть или намазать автозагаром, конечно. И вот все вот здесь. Вот это. Но он очень симпатичный. Воланчик такой. И хлопок. 100% хлопок. И всего лишь 40 долларов стоит. Это недорого совсем. Видите, что я имела в виду? Вот спинка сделана вся. Вот такой вот резиночкой. Очень удобно. И здесь, кстати, шлейки перестегиваются. Видите, есть две петли. И можно их сделать короче, можно длиннее. Но мне кажется, мне была нормальная такая длина. Мне ей нужно длиннее. Но, в принципе, если у кого-то длинное торсо, то, в принципе, это очень удобно. Хороший сарафанчик. Конечно, не могла я пройти мимо платьев горошек. Обожаю горошек. И оно, знаете... Ну, конечно, полиэстер 100% подкладка. Полиэстер и верх. Немножко цвет такой мрачный. Ну, не то, что мрачный, но такой. Я люблю поярче, повеселее. А это такой сдержанный цвет. Но очень симпатичное платье. Очень красиво, видите, здесь сделано. Здесь как бы такие крылышки, здесь подрезано так вот под грудью. Здесь такой широкий пояс вшит. И оно так расклешается внизу. Нет у него никаких замков. Сзади резинка просто вшита в пояс. И вот такой довольно-таки вырез романтичный большой. Красивое платье. Очень люблю такого типа платья. 40 долларов оно стоит. Это размер 10-й американский. Это где-то примерно medium-large европейский. Очень красивое платье. Хорошая длина. Такая юбка. Люблю очень такое. Но у меня таких много. Ну, не много, но есть такие платья. Хоть, если честно, вот оно очень удобное. Знаете, что называется, на дело пошел. Потому что нигде не жмет, нигде не давит, нигде ничего не облегает слишком. Никаких там излишних деталей на нем нет. Это все очень скромно и очень, так скажем, элегантно. Какое прекрасное, прекрасное белое платье шитья. Или решуе, или шитья. Как хотите, называйте. Посмотрите, как красиво сделан в нем рукав. Такая летучая мышь, две защипы, резинка внизу. Здесь завязочка такая, несколько пуговиц. Тоже платье-парашют, сделанное из трех... Юбка из трех кусков, сшито. Очень красивое платье. Я взяла размер смол, потому что мне показалось, что medium довольно широкий и большой. И вот что получается. Значит, подкладка не маловато, узковатого. А само платье нормально. Так что мне, в принципе, лучше было бы medium, потому что подкладка мне мала. 100% хлопок и вверх само платье, и подкладка внизу. Вот она где-то до сих пор. Видите? Идеальное платье. Я считаю, 60 долларов стоит. Идеальное платье. Не прибавить, не убавить. Просто шик, блеск. И насколько же красиво вот это вот шитье сделано. Все здесь аккуратненько, так прелестно. Просто прелестно. Прямо очень мне нравится. И рукав такое. Очень красивое платье. Просто идеальное для лета. Ну, кто носит белое, кто любит носить белое, то, опять же, тоже нигде не жмет, не давит. Единственное, мне подкладка чуть-чуть маловато. Но если бы был бы medium, то был бы в самый раз. Совершенно чудесное платье. Я просто от него в восторге. И я вам хочу сказать, что это огромный, ну, большой магазин. Здесь, наверное, штук 20-30 примерочных. Я пошла в самый дальний конец. В самую даль. В самую дальнюю примерочную, чтобы и я никому не мешала своей болтовне. И мне никто не мешал. И как на то и это. Две девчонки пришли, как всегда у меня. Две молодые девчонки залезли в соседнюю кабинку. Хотя здесь 50-30 кабин вообще. Ну, не 50, но 30-20, наверное, есть. И, как, в общем, положено молодым девчонкам, глопают дверями, примеряют, хохочут, обсуждают свои наряды. И, в общем, громко все это и я тут стою и думаю, господи. Залезла в самый конец. И все равно, и все равно, вот кто-то залез рядом в соседнюю кабину и ржет, гогочит, хлопает дверями. А я старая брюзга, все недовольна. Все мне плохо. Вот это платье я вам показывала на вешалке в магазине. 100% миллион. Сделано в Италии. Размер медиум стоит 40 долларов всего лишь. И вот оно довольно вот просторное, свободное. Мне даже можно было бы наверх. И смол, но не нужно. Медиум хорошо. Очень простой, очень такой базовый, очень такой цвет базовый льняной. Тут сделаны такие защипы. И внизу вот сделано очень красиво, сделан баланс с таким вот тоже, с таким решелье, шитьем. Большим таким, крупным. Хорошая длина, чуть ниже колена. Прелестное платье тоже. Очень удобное на лето. Лен прекрасный. И цена очень хорошая. Сделано в Италии вообще. Я даже не понимаю, откуда итальянские вещи могут быть такие дешевые. Ну, как есть. Еще одно льняное платье. Чистый лен. Тоже 100% лен. Тоже сделано в Италии. И стоит тоже 40 долларов. Размер медиум. Очень тоже удобно. Даже чуть-чуть удобнее может быть, чем вот это. Вот, потому что здесь нет рукава. А здесь есть вот такой вот рукавчик. То есть, вот, чтобы прикрыть тут всякие жирики. И вообще, как бы, от солнца хорошо. Единственное, что оно чуть-чуть короче. Вот это вот подлиннее, ниже колена. А это выше колена. Ну, в принципе, оно не короткое. И оно тоже очень свободное. Размер медиум. Красивого такого, очень базового, травяного зеленого. Не травяного, а такой светло-травяной цвет. Светло-ментоловый. Я даже не знаю, как назвать. Здесь сделана вышивка. Это не рисунок, это сделана вышивка. Видите, какая красивая. И вот так вот оно здесь отрезное. Тоже, я считаю, на лето. Прекрасное платье. Идеальный фасон, идеальный состав. Хорошая цена. Да, все в нем прекрасно, замечательно в этом платье. По-моему. Ну и как же я без платья из Зары? Нашла платье из Зары. Синтетика, конечно. Оно такой, знаете, как будто немножко такой вязаный, как будто трикотаж. 25 долларов оно стоит. В нем есть небольшой один недостаток. У него тут такая зацепка. В принципе, это легко поправимо, я думаю. За это может даже получить небольшую скидку. Ну, посмотрим. Не знаю, куплю его, нет. Но, в принципе, мне оно нравится. Цвет очень красивый. Такой немножко с люрексом. Оно, конечно, такое нарядное. Типа на выход. И внизу вот у него такой вот валан. Оно довольно длинное. Ничего, по-моему, да? 25 баксов. Цвет красивый. Зара любимая. И вот, как бы, здесь вот нет большого выреза, никаких таких сильных этих вот, как обычно Зара любит там до пупа вырез. Ну, в общем, посмотрим. Все, дорогие девочки, вот такие у нас были сегодня примерки. По-моему, неплохие. По-моему, очень неплохие вещи у нас были сегодня. Ну, я довольна. Не знаю, что-то или я буду покупать. Посмотрим. Может, потом вам расскажу. Вряд ли, потому что у меня много одежды. Я просто так хожу для фана. Примеряю, снимаю, чтобы вам было весело. В общем, на сегодня все. Люблю, целую. С вами была ваша дита из Канады. Пока-пока-бай. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео.